друзья я вас приветствую сегодня на обзоре часы от компании citizen модель такого среднего я бы даже его назвал промежуточного класса промежуточном что ли уровня называется себе 50 40 80 и и мне они понравились забегая вперед сразу вам об этом скажу ценник 80 тысяч японских и других валютах на вашем экране и как я уже сказал эта модель к занимает среднее промежуточное положение в линейке хронографов citizen от теста давайте подробненько все расскажу итак друзья сразу же хочется отметить тот факт что часы своим дизайном напоминает 3 стрелочник себе 30 10-57 с разным цветом циферблата действительно это таки есть корпус так называемая подушка титановый браслет вы видите как он крепится к корпусу часов здесь все скажем просто и понятно поменять на что-то другое вы не получится то есть крепление здесь своеобразно хороший полированный титан очень красиво мне такую тип браслета нравится выглядит все просто замечательно вживую вот полюбуйтесь посмотрите и опять же очень и очень напоминает модель себе 30 10 то есть это что-то вроде продолжения того корпуса застежка раскладывается застежка летая и системы быстро удлинения браслета зажимаете вот эти кнопочки и двигаете здесь три положения средняя крайняя еще раз одно крайне очень удобно особенно летом когда рука потеет вы можете без проблем подтянуть или увеличить или уменьшить браслет задняя крышка со служебной информации задняя крышка защелкивается часы вы видите сделаны в японии есть покрытие дюротект это покрытие диритат карбиды титана защищает от царапин естественно часы все равно будут царапаться никуда без этого но царапаться меньше чем если бы этого покрытия в принципе не было и например чем обычные стальные часы без покрытия стеклышко на часах сапфировая с односторонним антибликом подчеркиваю поскольку все-таки стоимость как я узкала промежуточная чуть позже я расскажу отличие от более дешевых и более дорогих часов а пока про калибр е660 или и 660 как хотите называется он это солнечное питание точность плюс минус 15 секунд в месяц и вы также можете увидеть что здесь есть будильник секундомер на 60 минут также на крайнем правом окошке вы видите указатель запаса заряда он проверяется очень просто нажимаем на кнопочку и вот видите чуть более половины в обычном режиме маленькая стрелка показывает на день недели сегодня суббота чуть ниже он of насколько я помню это летнее зимнее время включено или выключено слева на циферблате это циферблат мирового времени внизу циферблат выбора функций будильник хронографа настройки циферблат и также вы можете видеть на 7 8 часах of он это включение выключение будильника функция мировое время здесь поддерживается в двадцати четырех городах по настройке все как всегда просто выдвигаем заводную головку на два щелчка на первом щелчке выбора функции то есть идет смотрите настройка да соответственно хронограф ну давайте я вам покажу как например работает хронограф сейчас счетчик встанет в положение 12 запускаем на правую верхнюю и вот он пошел хронограф простенький на одну секунду идет измерение всего на 60 минут далее у нас идет с вами друзья будильник мы его включать не будем стандартно пищит в режим времени выбираем и на второй щелчок с вами щелкаем при этом вы посмотрите секундная стрелочка показывает на плюс 9 то есть таким образом мы с вами можем перевести время например на плюс три часа и мы с таким образом с вами поставим время московское движение стрелок не быстрая да тут не спорю видимо один мотор хотя часы на самом деле то я бы сказал даже толстенький 12 миллиметров толщины могли бы сюда вкрячить и побольше моторов как например это сделала касси со своим океанус и время выставы с 1 43 это время московское все таким образом легко очень настраивается время вообще часы знаете они такие универсальные даже можно сказать получились хронограф такой с некоторыми компромиссами но заявкой на хорошее качество то здесь и сапфир и титан с покрытием и классный механизм с даты с ним недели с будильником хронографом со вторым временем все в принципе в них есть и размер это неплохие давайте вам покажу если мы с вами друзья говорим о диаметре стекла то это где-то 35 с половиной получается чуть не даже 35 с половиной безель 40 миллиметров заводной головкой 44 2 но по сути ощущение ощущение этих часов идет на 43 миллиметра высота она здесь также небольшая часы не крупные давайте по параметру такому сделаем посмотрим 50,8 миллиметров то есть на любую руку даже на такую небольшую как моя 17 сантиметров часы садятся очень и очень хорошо могу рекомендовать в принципе на любую руку данную модель естественно есть здесь люминофора светит принципе прилично нормально ничем не отличается от других часов друзья по поводу сравнения с другими моделями вначале хочу сравнить эти часы с моделью эти 80 40 50 семье который стоит 100000 пункт йен то есть по сути где-то на 12 13 тысяч российских рублей дороже что мы с вами видим такой же классный титановый корпус с тем же самым покрытием директ этой карбины титана то есть ну по сути дюротек но толщина 9,7 миллиметра то есть чуть больше чем 2 миллиметра другой механизм но по сути они друг от друга так функционально не отличается но у более дорогих часов сапфировое стекло с двухсторонним антибликом то есть полная прозрачность и крепление браслета корпусу также стандартно то есть можно поменять на любой другой браслет либо ремешок все это одинаковое по 100 метров и в принципе все остальные параметры также одинаковых то есть отличие это сапфир и ну по сути другое крепление браслета корпусу хотя качество самого браслета она в целом одинаковое но на более другой модели но немного сложнее то есть там сочетание идет полированных граней здесь же все у нас матовая более сложная полировка на более дорогой модели а также сравнение с более дешевым модельки bl 55 30 57 и здесь цена уже 50 тысяч пунктов иен то есть примерно на 15 даже практически 20 тысяч российских рублей дешевле в чем отличие ну во-первых другой калибр хотя также сильно функционально но особо так ничем не отличается также есть хронограф также из будильник есть 24 часов дисплей но нет мирового времени и нету например функции радио синхронизации если кому-то нужно также идет сапфировое стекло с односторонним антибликом как и в нашей модели также дюротек также титановый корпус даже чуть потоньше 10,2 миллиметра толщина и также нестандартное крепление браслета корпусу идет то есть здесь мы с вами что видим практически отличие в механизме и исходя из собственного опыта я эти часы в руках держал видел качество корпуса и обработки титанового браслета и самого корпуса все-таки чуть-чуть похуже то есть оболочка получается похуже и друзья таким образом из того что он сказал какой вывод можно сделать герой нашего обзора стоит 80 тысяч японских иен что примерно где-то 40 45 тысяч российских рублей да это часы не дешевые но они не самые дорогие в линейке от с и не самые дешевые опять же в линейке от с и они по качеству не могу сказать что примут компромисс потому что здесь все замечательно то есть тут тоже застежка например титановая она летая модельки вот который 50 ищен она была не лета здесь компромиссов никаких нет здесь все замечательно все на уровне отличное качество изготовления но есть небольшой компромисс например виде сапфира с односторонним антибликом виде чуть чуть более не то чтобы простого а наверное лучше скажем менее сложного браслета потому что полировка здесь идет однотипно то есть данную модель я буду рекомендовать именно тем кто хочет хорошие качественные часы но хочет немножко все-таки сэкономить потому что например там где 100 тысяч и это уже мы имеем 55 тысяч рублей то есть это уже за пол сотни здесь же 40 43 45 тысяч рублей уже все-таки полегче ну вот как то так такой обзор пишите свои мнения пишите комментарии лично мне модель понравилась понравилась в первую очередь корпусом понравилась полировкой и набором функций за свои деньги я считаю что это очень и очень крепкий середнячок не флагман но вот такой прямо достойный на самом деле все всем спасибо носите самые лучшие часы всем пока